Чтобы воспитать законопослушного гражданина, необходимо прививать ему навыки, правил личной безопасности с раннего возраста. Уроки с участием сотрудников силовых структур проходят регулярно во всех школах района. Ежегодно проводим эти мероприятия. Самое основное, что дети понимают, что это очень полезно. И то, что мы напоминаем им, как себя вести на дорогах и в жизни, я считаю, что это большое дело. И то, что именно этому уделяется внимание не в одной, а во всех школах, полиция этим вопросом занимается. Большое им спасибо. Ученики третьего Д-класса Одинцовской лингвистической гимназии внимательно слушали гостей. А после активно задавали вопросы и детально разбирали с полицейскими, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Традиционно в начале сентября каждый год мы обходим все начальные классы и объезжаем все учебные заведения, напоминаем о правилах дорожного движения. Потому что детский травматизм, к сожалению, в этом году у нас больше, чем по сравнению с прошлым годом. Дети страдают в ДТП, о чем мы напоминаем, неоднократно ездим, именно начиная с начальных классов. Полицейские вручили ребятам памятки, в которых написаны основные правила поведения на дорогах и в повседневной жизни. Мне очень понравился этот урок, было очень интересно. Я запомнила, что нельзя открывать дверь незнакомым людям, нельзя посторонние предметы не открывать, ни что с ними делать, а сразу звонить полиции. Я узнал, что надо переходить только на зеленый свет по зебре и что нельзя идти за незнакомыми тебе людьми. И я теперь знаю, что надо только на зебры переходить и зеленым цветом. Кстати, дети сошлись в едином мнении, что без службы полицейских в нашем мире будет царить хаос. Только благодаря работе этих людей мы живем в мире. Полицейские – это люди, которые помогают нам. Они следят за порядками на дорогах, они помогают нам и спасают нас от всяких бандитов. Они охраняют очень много. Если бы они не охраняли, их не было, тогда бы вообще был ужас, все взрывалось везде. Мне очень понравился этот урок. Я нового для себя узнала, хотя я это давно знала, что если к тебе подходит незнакомец и тащит тебя за руку, нужно кричать. Работа по информированию подрастающего поколения будет проводиться и в дальнейшем. Главный урок ученики третьего Д-класса усвоили. Нужно соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».